Некоммерческий сектор Якутии достойно встретил вызов времени – пандемию коронавирусной инфекции. Ресурсные центры республики, несмотря на сложные условия, объединили свои усилия и смогли разместить заявки на грантовые конкурсы. Таким образом были привлечены средства из федерального бюджета, в том числе и специального конкурса фонда президентских грантов. Село Таймэлыр расположено недалеко от берега Северного Ледовитого океана, на левом берегу реки Оленек, в 285 километрах к северу-западу от поселка Тикси, административного центра Булунского улуса. Мужчины занимаются рыболовством, охотой, разведением лошадей, остальные работают в бюджетных учреждениях. Проект «Возрождение здорового образа жизни вселета МЛР Булунского улуса республики Саха» вошел в топ лучших проектов фонда президентских грантов. Мы писали проект, реализовали его. Проект был на год сроком. Мы не думали, что мы его в топ-стоп куда-то. Мы его сделали для людей, для жителей села Таймэлыр Булунского района. Наш проект очень хорошо получился. Тяжело, очень тяжело. Но он получился, потому что мы смело можем это сказать, потому что эта деревня действительно стала намного позитивнее, намного доброжелательнее люди друг другу стали, намного живее они стали. И самое радует то, что сейчас у них много праздников, и все праздники трезвые, без никакого алкоголя. И они это поняли все. Оказывается, за один миллион и за один год деревню численностью 600 человек можно преобразить на самые крайние точки России. Сегодня «Автоледи» создают документальный фильм «Непроходящая скорбь народа» о трагедии Чуропчинского переселения в годы Великой Отечественной войны. Картина расскажет о событиях, которые коснулись якутского народа в годы Великой Отечественной войны. В съемках примут участие почти 4 тысячи человек. В якутской духовной семинарии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Якутской епархией и Министерством молодежи и социальным коммуникацией в Республике Саха-Якуте. Правящий архиерей Якутской епархии архиепископ Роман подчеркнул значимость события в преддверии проведения рождественских чтений, где традиционно участвует много молодежи. Скипан Саргыдаев обозначил основные тезисы соглашения. Обсудили вопрос именно совместной работы. В совместной работе мы будем выступать и помогать организации проведения семинаров, съездов, больших форумов. Министр по делам молодежи посетил и музей православия, и пообщался с руководителем молодежного отдела Якутской епархии. Духовно-нравственное воспитание будущих поколений – дело общее, тем более в епархии уже накоплен большой опыт. С момента возрождения епархии уже накопился довольно большой опыт молодежного служения. В первую очередь, наверное, это служение молодежи в социальной сфере, это участие молодежи в жизни социальных учреждений, детских домов, помощи больным. Также работа с молодежью в сфере образования – это и встречи с известными людьми на разные темы, как духовного характера, так и культурно-нравственного. Республиканские рождественские чтения в этом году пройдут в онлайн-формате. Министерство по делам молодежи социальным коммуникациям примет активное участие в организации проведения. Многие некоммерческие организации нашей республики имеют огромный потенциал, человеческий ресурс, инновационные идеи, но сделать свой проект более масштабным мешает отсутствии компетенций по финансовой грамотности. Именно эту проблему решает сегодня ресурсный центр АКПА. В проекте мы поставили задачу открыть не менее 11 проектных офисов в Лусах. Для этого мы готовим волонтеров-наставников, то есть учим их консультировать. А для того, чтобы они научились консультировать, мы разработали типовые консультации, разработали методические пособия. Потому что мы на самом деле работаем практически над этим проектом еще с 2017 года. Ресурсный центр АКПА также проводит и консультации по проектам, которые подаются на конкурс фондопрезидентский грант. К нам приходят команды проектов по доработке заявок. И вот это очень интересная работа, потому что приходят разные интересные люди. И я хочу сказать, что в нашей республике живут очень инициативные граждане. И у всех есть видение, как решить проблему. Я думаю, что потенциал наших общественных организаций очень высок, потому что очень интересные проекты и команды сильные. Поэтому в этом плане у нас есть рост, у нашей республики есть большой рост. Проект охватывает всю республику. Основные мероприятия проводятся в онлайн-формате. А очные семинары в городе Якутске будут сопровождаться видеозаписью, которая размещается на канале в YouTube, в социальных сетях и на официальном сайте. Для населенных пунктов труднодоступным интернетом обеспечена почтовая рассылка. Создание культурного центра «Якутский чайный дом», развитие чайных традиций народа Саха, пропаганда экосберегающего осеннего сбора кровяных чаев Якутии и культуры чаепития, как реального инструмента оздоровления нации, общества, распространения принципов здоровья и долголетия. Такую цель преследует Ассоциация гостеприимства Республики Саха-Якутия. Формируем саму идею, чтобы это создание самой чайной культуры народа Саха. Что так такового у нас сформированного еще культурного явления еще не было. Чай топили давно, а вот собственно как бы сформированной культуры не было. А для того, чтобы его формировать, создание в Якутии, в чайной церемонии сам ритуал, тогда вот у нас появится, задумываясь, что такое точка счета, которая бы формировала. Горячий чай на севере – неотъемлемый напиток в каждом доме. Он согревает, питает и собирает за столом людей. В рамках проекта «Чилиженские комитеты» проводится сбор сырья с целью использования чайных купажей в проведении церемоний в рамках тематических вечеров, круглых столов и как способ создания особой среды для продуктивного общения. С целью оздоровления нации мы ввели в культуру. То есть, чтобы в каждом доме была своя церемония, которая объединяет семью. И начали обучать, ездить по улусам мам, бабушек. И мастер-классы проводим для детей. Ну, начиная со второго класса до старших классов. И организуем совместный сбор с детьми. То есть, начиная от сбора, начиная от составления купажей. И вот экологическая сторона вопроса. Чтобы отношение детей к родной природе было бережное, ну, вот как истинные патриоты. Проект стал победителем фонда президентских грантов. За счет средств гранта была приобретена утварь для церемонии, сшиты национальные костюмы. Проект обещает быть перспективным. Ведь на севере чай любят все. Единый ресурсный центр нацелен на увеличение числа заявок от некоммерческих организаций, которые будут осуществляться на территории республики. В данный момент у нас завершились гражданские выходные специально для арктических районов. Это проект «Ресурсный центр Арктика», поддержанный фондом президентских грантов и Министерством молодежи социальным коммуникациям в республике Саха-Якутия. Основная задача – развитие некоммерческого сектора и гражданских инициатив на арктических территориях. В реализации проекта активно принимают участие и специалисты из регионов Дальнего Востока, так как такой проект перспективен для тиражирования. Такие территории есть везде на Дальнем Востоке. Они есть на Чукотке, на Камчатке, в Магадане. У нас, в Приморском крае, они есть. Всегда будут люди, которые будут жить далеко от центра. Будут места, где будет плохо с интернетом. Но это не значит, что люди там должны выживать. Люди там должны жить. Единый ресурсный центр – лучший формат для развития некоммерческого сектора. Здесь работают люди, которые стремятся сделать мир лучше. Люди иногда даже не верят в то, что вот они сделали вот это дело. Они сделали благоустройство, они посадили деревья, появилась детская площадка, дети начали чем-то заниматься, появился дополнительный досуг, появилось место, где встречается общество. Это очень интересно. И, как говорится, результат нашей деятельности в этом и заключается. Один из результатов. 2020 год оказался сложным во всех отношениях. Эпидемия новой опасной инфекции, закрытие предприятий, падение доходов – все это стало причиной возникновения крайне затруднительного положения, в котором сегодня может оказаться каждый. Сопереживая этому, якутская епархия развернула проект «Милосердие-14» – служба помощи людям в трудной жизненной ситуации. Собранные заботливыми руками наших благотворителей и волонтеров продуктовые наборы позволяют поддержать семьи и являются знаком внимания к их нуждам. Только для арктических улусов на настоящий момент собрано около двух тонн продуктов питания. С 1 сентября 2020 года на территории Спасского мужского монастыря действует социальная служба помощи «Милосердие-14», которая осуществляет свою деятельность, направленную на помощь социально незащищенным семьям, которые попали в трудные условия жизни в связи с пандемией, вызванной эпидемией коронавируса. Православная служба помощи «Милосердие-14» – проект, который стал победителем в специальном конкурсе «Фондопрезидентский грант». Девиз службы «Помощь ближнему». Поддержка наших соотечественников, живущих в самых сложных условиях, наш крестьянский долг. Тиевизicitrotki «Фондопрезидент Promedis» Девиз mandate Редактор субтитриismus Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девизущеин Девизущеин